Как зарабатывать на своем творчестве, если творить ради денег нет вдохновения? Смотрите, люди делятся как бы на два типажа. Есть ключевые такие люди. Есть люди такие творческие, которые не нацелены на деньги. Есть люди-предприниматели. Если вы хотите зарабатывать денег, и при этом вы абсолютно творческие, вам нужно найти человека-предпринимателя. Например, я не очень сильна в галерейской теме. Например, фотографы. Есть классные фотографы, я в свое время с такими работала, которые классные, которые очень любят заниматься продажами. Они приходят в фотостудии, или их находят. Классные фотостудии. Фотостудии не в плане места, где фотографы здесь снимают, а фотостудии и фотопродакшены, вот так скорее, фотовидеопродакшен. Есть руководитель студии. Я работала долгое время с Димой из студии «Сентябрь», когда занималась свадьбами. У него было в подчинении несколько фотографов. Он продавал их за свой гонорар, то есть столько, сколько он называл, а фотограф получал столько, сколько он с ним договаривался. То есть где-то процентов, мне кажется, под 100 маржинальности было. То есть фотограф получал достаточно денег для себя, но совсем не столько, за сколько его продавали. Потому что фото-видеопродакшен составлял ценность, гарантии для клиента, саму продажу, рекламу, продвижение. А фотограф просто выходил на съемку, да, и работал свою работу, и получал там те деньги, которые его устраивали. То есть вот такие вот объединения творческие, они могут быть. Такое часто бывает в семьях, когда один предприниматель, а второй вот творец, да, и как бы муж смотрит на то, что вы рисуете картины, пишете, да, и говорит, слушай, давай будем продавать. И он начинает там с галереями общаться, выставки делать, да, какие-то штуки, а вы просто себе пишете картины. То есть тут скорее нужно искать себе такого партнера, вот. Ну, либо быть бедным художником, тоже вариант.